Наталья Новикова Вроде и голосование, но не очень оно Еще и целую неделю продолжается Такого у нас вообще не бывало И у всех, наверное, у большинства тех, кто, возможно, относится с каким-то скепсисом Да и вообще у многих вопрос Чтобы это было честно Честно, легитимно, чтобы не было никаких сомнений в результатах, которые мы в итоге получим Главное, наверное, надежда, что ли, можно сказать Это наблюдатели, которые будут работать на участках Вот об этом будем сегодня разговаривать Наблюдателями занимается общественная палата, как я понимаю Это единственная структура, через которую люди могут попасть на участки Да, в этот раз да В этот раз мы принимаем заявления не только от общественных организаций, не только от физических лиц, но и от политических партий То есть мы знаем, что если раньше на выборах политические партии сами формировали и направляли своих людей в общественные наблюдатели То сейчас единственная организация, которая формирует корпус наблюдателей, это общественная палата На самом деле, как я уже говорю, эта миссия, наверное, достаточно почетная Но, на мой взгляд, очень ответственная Потому что от того, как мы отработают наши наблюдатели Наверное, будет формироваться доверие граждан к результатам голосования Если говорить о цифрах, которые на данный момент, то есть на самом деле они тоже беспрецедентные Потому что у нас не было никогда столько наблюдателей Это почти 5000 наблюдателей уже на сегодняшний день Кто эти наблюдатели? Это самовыдвиженцы, то есть это треть примерно самовыдвиженцы То есть это обычные люди, люди физические лица, которые захотели проявить свою гражданскую позицию, социальную активность И пришли, написали заявление в общественную палату Также мы заключили 32 соглашения с общественными организациями Крупными, региональными, межрегиональными, общероссийскими организациями Которые тоже нам направляют своих наблюдателей Это вы специально по поводу наблюдений? Да, соглашения были, конечно, заключены в преддверии вот этого процесса наблюдательного То есть мы предложили всем общественным организациям Призвали всех включиться активно в этот процесс Поскольку, ну, кто, если не общественные организации, должны этим заниматься? И стать общественными наблюдателями Поэтому 32 организации откликнулись В том числе и региональное отделение партии Партиям мы тоже всем предложили заключить соглашение И направить своих наблюдателей На данный момент направили нам три партии, списки наблюдателей Вот И общественная организация, как я уже сказала У меня вот волонтеры Конституции, которые сегодня здесь присутствуют Ряд других крупных организаций, профсоюзы, союзы женщин и прочее А кто эти люди, которые, ну, кому-то же нельзя быть наблюдателем? Кому-то же нельзя На самом деле в положении о формировании списка наблюдателей Оно очень демократично Оно очень демократично То есть практически каждый желающий может стать наблюдателем Первое условие Нам надо, чтобы человеку исполнилось 18 лет И уже хоть до 90, хоть до 100 Единственное, что мы понимаем, что сейчас все-таки в зоне риска находятся люди пенсионного возраста Хотя пенсионеры у нас тоже есть в качестве наблюдателей Но стараемся, если уже очень возрастные люди, по крайней мере, объяснить им, да Что, может быть, поберечься и там все-таки А справку об антителах коронавируса спрашиваете? Нет, ничего не спрашиваем Ни справки, ничего Первое, значит, как я уже сказала, это 18 лет Далее это должен быть гражданин Российской Федерации Ну, в общем-то, практически все То есть даже чиновник может Нет, он не должен быть госслужащим, конечно Мы что-то понимаем, какой-то общественный наблюдатель Это не может быть там работники прокуратуры, судей и так далее Но это любой гражданин, который, в общем, трудится Не обязательно на госслужбе Но я имею в виду, что это люди, как правило, все-таки общественники Ну, вот по натуре своей, как правило Потому что, ну, нельзя заставить человека идти работать бесплатно Там по зову сердца, ну, нельзя Это все равно должно быть только по зову сердца С активной гражданской позиции Да, ну, или, может быть, начинается формироваться гражданская позиция Помимо этого, там у нас много студентов юридических вузов Это для них очень хорошая практика Это хорошая практика, опыт Знаете, изнутри как это все Конечно, весь этот процесс изучить Понимаете, вот когда в него включаешься Уже изнутри на него смотришь, а вообще другими глазами его оцениваешь Вот я, например, сходила на избирательный участок И уже поняла, как все это происходит То есть много раз можно рассказать А расскажите Можно много раз рассказать Но один раз лучше посмотреть, прийти, проголосовать И посмотреть, как это происходит Ну, на самом деле, я довольна Я довольна с точки зрения Мы очень большой блок в этом году отвели в критериях оценки участка То есть у нас с наблюдателем разработан общественный стандарт Общественный стандарт наблюдателя И туда входит 69 критериев самого разного рода Это и готовность избирательных участков И как там работаю с людьми И большой очень блок выделен на безопасность На безопасность Вот я, например, почувствовала себя абсолютно безопасной Даже слишком Даже слишком То есть действительно мне сметили температуру Мне выдали перчатки Мне выдали маску Мне выдали ручку Причем ее предварительно обработали Я не давала паспорт руки То есть действительно посмотрели мой паспорт Члены избирательных комиссий Я была на участке одна Но может быть не потому, что там мало людей хочет прийти проголосовать Просто еще было раннее утро И поэтому, в общем, никакого столпотворения Все спокойно, все очень доброжелательно И на выходе мы можем избавиться от этих средств защиты Там стоят определенные урны И, пожалуйста, можете взять с собой Никто не запрещает Стоят дезинфекционные средства Все это есть Все это работа Причем все члены избирательных комиссий, слава богу И все наблюдатели, в том числе, находятся в средствах защиты Что-то футуристическое очень Меня это порадовало Потому что, ну, я думаю, что будут такие случаи Когда, наверное, кто-то захочет просто снять Потому что хочется как-то, да, немножко освободить себя от этого всего Это все-таки непросто Вот, ну, по крайней мере, все были именно в средствах индивидуальной защиты Так, а в книге вы расписывались, где список избирательных? Или что вы пришли? Да, я расписывалась Да, я расписывалась, да То есть Мне дали расписывались За вас уже никто в телевизоре не приглашается Никто за меня не приглашается Да, конечно Вот, да, заговорили о том, что движет людьми, которые готовы Я не знаю, вот они прям всю неделю Все эти дни будут находиться на избирательных участках Или по графику как-то Нет, смотрите, задача вообще, на самом деле, у нас стоит перед нами Охватить все избирательные участки без исключения наблюдателями Но это не значит, что все наблюдатели должны находиться одновременно на избирательном участке Достаточно одного-двух наблюдателей, чтобы... и они будут меняться Они выстроят определенный график, договорятся между собой Они сами там уже между собой? Ну, я думаю, да Потому что если человек хочет все семь дней там присутствовать Мы точно будем только приветствовать это и радоваться за то, что человек захочет все семь дней с восьми до восьми работать на избирательном участке в качестве наблюдателя Но это, сами понимаете, тоже все-таки труд такой серьезный Поэтому график, поэтому у нас и была большая задача перед нами стояла набрать как можно большее количество наблюдателей Чтобы все-таки нагрузку снизить на них немножко, да То есть представьте, если это был бы один-два наблюдателя Как было у нас по опыту, допустим, президентских выборов в 2018 году Там мы набирали по два наблюдателя на участок Но мы понимаем, что это один день И они по полдня дежурили Здесь семь дней, два человека, это будет очень сложно Поэтому у нас вот сейчас в среднем где-то 4-5 наблюдателей на участке избирательные Вот 1100 участков у нас по всей области Примерно 5000 по ним распределяется То есть у нас покрыты все районы Все районы, без исключения У нас покрыты все участки То есть это однозначно Мы постараемся распределить так, чтобы, во-первых, это было близко к дому наблюдателю Чтобы он далеко ехал, там шел и так далее И спрашиваем его мнение Если он не знает или ему не имеет значения для него, где работать в качестве наблюдателя Мы ему предлагаем тот участок, который там меньше закрыт в меньшей степени наблюдателями Наталья, вот вы, как руководитель целого большого корпуса волонтеров Можете нам рассказать, насколько вообще людям интересно попробовать такую новую работу? Ведь это что-то, с чем еще не сталкивались Обычно людям просто помогают в каких-то трудных жизненных ситуациях Ну да, это такая... Был интересный новый вызов, так скажем, да Сформировался общественный корпус волонтеров Конституции еще в марте Когда мы начинали готовиться к апрельской дате Это вот информационную работу проводили Но и сейчас ведь, как я, кстати, продолжается Ну, волонтеры вышли на информационные точки 15 июня по стране, у нас в регионе с 18 июня они работают И еще вот тогда в марте, то есть это те же люди, которые тогда в марте изъявили желание Зарегистрировались на сайте Прошли обучение, онлайн-обучение, специально разработанное для них Затем мы провели им онлайн-инструктажи для того, чтобы подготовить их к работе Непосредственно уже вот с людьми, да, для выхода на улицу тоже не очень просто это все И, соответственно, вот с 18 июня они вышли, они волонтеры Конституции Вышли на улицы в самые-таки проходимые места с информационными точками То есть у нас есть там специально разработанный, изготовленный стенд, тумба Все волонтеры в экипировке, то есть их очень видно Они яркие, красивые, улыбающиеся Тоже все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты в обязательном порядке Но, как бы, понятно, время там, да, ситуация внесла свои корректировки То есть все волонтеры у нас работают на уличных точках Мы не стали брать, на тот момент еще не было возможности Никакие торговые центры, то есть все работают на улице Это и с точки зрения безопасности, и сложившиеся условия Нас вот сподвигли на то, чтобы только на улице работать И волонтеры — это, опять же, люди от 18 лет и старше У нас тоже есть серебряные волонтеры, которые работают Очень ждали с нетерпением, это, наверное, самые были нетерпеливые Ну когда же, когда же мы пойдем уже работать? Вот мы уже поучились, получили сертификаты, высылают нам сертификаты И все, мы готовы работать, то есть это люди уже старшего возраста, пенсионного Вот, и, собственно, они, ну у них своя мотивация Они захотели помочь, да, они захотели принять участие в историческом событии То есть это все-таки важное событие для нашей страны И стать, быть сопричастным к такому событию, да, это важно Для молодых людей, для взрослых, без разницы туда, возраст То есть это, наверное, ну вот в этом основная мотивация То есть мы же понимаем, что волонтеры, они не получают за это деньги То есть они это делают бесплатно, по зову сердца, души, да, в большей своей части Поэтому, наверное, все-таки, ну вот мотивация, она такая больше моральная, так скажем То есть им интересно это попробовать, прокачать какие-то свои навыки новые То есть не каждый может с незнакомым человеком на улице завязать разговор Тем более на такую тему То есть это тоже как бы некое развитие личностное И волонтеры это понимают и вот как бы включаются в такие проекты в том числе Мы предложили нашим волонтерам Конституции стать наблюдателями Часть из них изъявила желание То есть мы не, ну естественно, здесь, опять же, да, это принцип свободы То есть кто захотел Вообще в этом голосовании очень много свободы в этот раз, как я понимаю Мы же идем голосовать за поправки в Конституцию Да, соответственно, те, кто захотел, изъявил желание, да, они заполнили необходимые документы И в итоге стали наблюдателями, то есть получили все разрешительные документы Вот у вас изначально было порядка 700, по-моему, да, человек, а на участке собралось Ну, там у нас, по-моему, сколько? Я сейчас точно вам не скажу, сколько там от наблюдателей Ну, я так думаю, третья часть точно к нам придет в качестве наблюдателей Потому что они будут помогать маломобильным людям, если такая необходимость Если тоже такая задача, конечно Да, то есть избирательные комиссии могут обращаться к волонтерам Конституции В случае, если там такая помощь будет необходима Они особенно как-то выделяются на участке? Волонтеры? Они наблюдатели и волонтеры в одном числе? Ну, нет, то есть есть часть ребят, то есть они же не все, там, 7-2 человек пошли Те, кто имеет направление наблюдателей, он наблюдатель Только он наблюдатель А все остальные, они, ну, то есть без разрешительных документов, там, да, они не могут быть наблюдателями Они волонтеры помогают? Да, волонтеры, да, помогают в случае необходимости, там И их визуально можно различить? Да, да, конечно, конечно Вы рассказываете о том, что проводится учеба, чему обучают наблюдателей? Ну, наблюдатели, во-первых, обучают их правам, на что они вообще имеют право Также говорят о регламенте работы, то есть во сколько они должны прийти, да, что они должны делать, то есть их обязанности Что они должны делать? Не надо говорить, что там, у меня был такой случай, когда там девушка посоветовала, говорит Наблюдатели имеют только права, обязанностей никаких не будет Я говорю, нет, такого не бывает Если есть права, значит, уже возникают обязанности Ну, на самом деле, наблюдать за тем, как... Самое главное, это наблюдать за тем, чтобы избирательный процесс, процесс голосования шел действительно открыто, честно И, скажем так, в соответствии с нормами избирательного права То есть, обращать... вот те критерии, которые разработаны, к сожалению, не взяла их сегодня Там вот именно обращать на них внимание, если они не соответствуют тем или иным критериям, ставить галочку, что нет И потом они нам фотографируют, могут приносить, могут там скриншоты делать И отправляют нам на горячую линию, на почту общественной палаты для реагирования Кроме того, если они видят какие-то нарушения, не обязательно сразу бежать и жаловаться Нужно подойти и сделать замечание, они могут как-то решить эту проблему на своем уровне Ну, например, вот снял перчатки, да, или там маску члена избирательной комиссии, надо ему все-таки напомнить, что он должен ее обратно надеть Или, например, предлагают люди проголосовать по водительскому удостоверению, нет То есть здесь тоже можно подойти и вмешаться в этот процесс, сказать, что там только паспорт, больше ничего не может удостоверять вашу личность И вот такие моменты Ну и самое главное, присутствовать при подсчете голосов, конечно Вот это вот самый главный результат, самая главная тоже задача, чтобы это действительно, потому что мы сейчас понимаем, что все метеорны, да, сейф-пакеты будут храниться И потом они будут скрываться все 1 июля, чтобы наблюдатели как раз присутствовали при том, чтобы голоса были подсчитаны правильно и честно В избирательной комиссии Кировской области говорят, что им интересны еще наблюдатели тем, что можно с ними пойти на надомное голосование и оставить членов избирательной комиссии в нормальном количестве на участке Да, да, то есть может пойти на надомное голосование 1 член избирательной комиссии и 2 наблюдателя, этого будет достаточно Их тоже этому обучили Их тоже этому обучили, рассказали, как это сделать, конечно, конечно Проинструктировали, скажем так То есть у них есть вот этот стандарт общественного наблюдателя, это своего рода инструкция в действии, по большому счету То есть если они, понятно, что там ведь не все мы понимаем и разбираемся 100% в избирательном праве, да Есть очень ситуации спорные, например, да, то тогда они обращаются к нам, у нас создан штаб общественного наблюдения Обращаются к нам и мы можем выехать у нас с нашими специалистами, то есть будут работать мобильные группы Они уже с сегодняшнего дня работают, у нас мобильная группа при общественной палате, которая достаточно быстро среагирует Могут выехать на место, могут проконсультировать по телефону и уже разрешить какую-то спорную ситуацию А кто в этих мобильных группах? В этих мобильных группах, кто находится? Во-первых, это члены общественной палаты В основном члены рабочей группы у нас в общественной палате создана рабочая группа по соблюдению прав избирателей И вот члены этой рабочей группы, они входят в этот штаб и в эти мобильные группы Второе, это наши партнеры Наши партнеры, это ассоциация независимый общественный мониторинг, которая действует также на всей территории Российской Федерации И их региональные представители, это в основном юристы, специалисты уже в области избирательного права, они тоже будут здесь с нами активно работать. Кроме того, у них вообще задачи прямые поставлены, как раз заниматься общественным мониторингом. То есть вот наши партнеры, прям вот партнеры-партнеры. Кроме того, мы привлекаем юристов, именно специалистов в области избирательного права. Потому что вот эти люди нам нужны как раз тогда, когда возникают такие уж спорные ситуации, когда действительно мы не можем квалифицированно и профессионально оценить данную ситуацию. Это представители у нас, наши филиалы МГУА, Московской государственной юридической академии. Они активно с нами работают уже не первые голосования, поэтому мы всегда очень благодарим их за то, что они с нами работают. Вот это вот члены мобильной группы. А штаб? Штаб общественного наблюдения – это несколько рабочих мест, которые созданы на площадке палаты, где работают операторы и как раз отслеживают социальные сети, любые обращения. Вот это вот аккумулирует, то есть всю информацию, касаемую процесса голосования. Туда тоже входят юристы, туда тоже входят специалисты НОМ, ассоциации НОМ. Также туда входят у нас есть представительства, региональное представительство общественного движения «Корпус за чистые выборы». Они тоже, представители эти, входят в этот штаб. Руководители точно так же в этот штаб входят члены общественной палаты, представители экспертного сообщества, политологи. В общем, мы сейчас, вот, как бы, понимаете, это не значит, что они все сидят в одном месте. В одном месте в общественной палате создано несколько рабочих мест, где работают операторы и обрабатывают всю информацию. Но когда нам нужно получить то или иное экспертное мнение, то вот эти люди, они все на связи, они все мобильные, они могут, я еще раз повторяю, дать квалифицированный ответ по телефону, по электронной почте, в скайпе, я не знаю, по любых мессенджерам. Плюс также выехать на место той ситуации, если она возникла какой-либо спорной ситуации. Так, ну, самая главная работа штаба, это действительно следить за, скажем так, следить за тем, чтобы все шло хорошо и как должно было быть, как мы об этом, как об этом заявляли нам обл. резберком и так далее, что все должно быть безопасно, прозрачно, легитимно. Еще одна из задач работы штаба, это работа вот сложной информации. Выбросы и манипуляции общественным мнением никто не исключает. Я думаю, что они все-таки будут, и мы, кстати, тоже рассматривали на площадке общественной палаты, что уже много даже до голосования было такой вот, скажем так, фейковой информации в сетях, да, касаемо процесса голосования вообще вот этого мероприятия. Ну, одно из них, когда заявляли, что не все наблюдатели, наблюдатели нам отказывают в желании стать наблюдателями. Вот всегда акцентирую этот момент на всех выступлениях, и сейчас хочу еще раз сказать, никому еще никогда не отказали, ни разу. И я знаю, что и в других субъектах такого случая не было. То есть у нас оснований для этого, но очень мало. Прервемся на несколько минут на рекламу, говорим сегодня о голосовании по поправкам в Конституции и о наблюдении за тем, чтобы все происходило честно и легитимно. Возвращаемся в студию. Мы сегодня в нашем эфире говорим о наблюдении за голосованием по поправкам в Конституцию, о легитимности и честности этой процедуры. У нас в гостях председатель общественной палаты Кировской области Наталья Шичко и руководитель регионального ресурсного центра по развитию добровольчества Наталья Новикова. Говорили о том, что большое количество не только наблюдателей на участках, но и организацией участвует. Штаб создан при общественной палате. Существует общероссийский такой проект, независимый общественный мониторинг. Понимаете, цель-то ведь не замылить глаза вот там всем, да, и показать всем все в розовом свете, а как раз показать реальную картину. Ведь только реальная картина вызывает доверие у людей, понимаете? Вот когда все хорошо очень, то это тоже не очень хорошо, потому что такого не бывает. Везде работают люди, в первую очередь. На избирательных участках везде работают люди. Человеческий фактор никто не отменял, поэтому любые ситуации могут быть. И цель-то этого не, знаете, так это вот не наказать публично там, не это все, порку не устраивать, а именно постараться максимально эти нарушения как бы исключать, сглаживать, разрешать в процессе голосования. То есть самая главная цель наблюдательного корпуса, общественных наблюдателей, как я уже говорила, все-таки это следить за тем, как соблюдаются избирательные права гражданам. Потому что избирательное право гражданина – это действительно святое право, которое никто не должен нарушать. Вот это самое главное. И еще все-таки формировать уровень доверия граждан вообще к этому избирательному процессу и процессу голосования вот в этот раз в частности. Наталья, ваши волонтеры занимаются информационной работой на улицах, разъяснениями по процессу, по самим поправкам. Есть ли вопросы, касающиеся именно честности, прозрачности процедуры? Может быть, люди спрашивают или, может быть, есть задача разъяснять тоже? Волонтеры рассказывают о времени работы избирательных участков, у них есть эта информация. Они готовы прокомментировать в меру своих знаний и подготовки какие-то поправки, какие-то нюансы по поправкам. Для этого как раз проходило обучение, изучали они всю эту информацию. Также волонтеры рассказывают о самой процедуре и о том, что можно проголосовать на дому и во дворах, и о том, что это безопасно, что все снабжаются средствами индивидуальной защиты. Ну и, соответственно, какие-то такие общие вещи, все это волонтеры рассказывают и общаются с людьми. В принципе, подходят, спрашивают, куда обратиться, к кому по времени работы участков. То есть какую-то такую общую информацию волонтеры дают. А какой-то самый часто встречающийся вопрос можно выделить? Ну, наверное, мы как бы не сводили рейтинг вопросов. Что дают, что-то дают. Кстати, стоят красивые ребята, люди, стенды. Что там происходит? Ну да, ребята выдают листовки с информацией по поправкам для детей, наклейки, какую-то такую информацию. Вот, ну, я, наверное, да, соглашусь, то есть о чем вы рассказываете и, собственно, вот. Что здесь происходит. Что происходит, да. Не знаю, прям такого, что... Ну, наверное, а куда пойти, там, да, в какие даты? Вот вопрос, кстати, куда пойти. Я тут пока еще не проголосовала, но собираюсь пойти. И у меня в подъезде висело объявление. В этот раз не присылают в почту. Но объявление этого быстро не стало. Я не успела посмотреть, куда мне идти. И, видимо, теперь там либо где-то в интернете искать, либо по старой памяти. Но я не очень давно живу там, где я живу, поэтому я еще не привыкла ходить на какой-то определенный участок. И можно, наверное, на вашу горячую линию тоже обратиться с таким вопросом. Можно обратиться лучше на сайт обл. избиркома, потому что у них вся полная информация по прописке, и поэтому есть. То есть, ну, это не наша задача распределять участки, если честно, там, да, или направлять людей на тот или иной участок. Это все-таки задача территориальной, избирательной. Или, скорее всего, вы переадресуете все равно человека куда-то в другое место. Ну, мы можем подсказать, куда, да, если уже не позволять. Где посмотреть. Где посмотреть, мы точно скажем, да. Для людей, которые сомневаются, идти или не идти, или точно, я не знаю, там, решили для себя, что мне лень, я не хочу в этом участвовать, я ничего не понимаю, я не пойду, пусть у меня будет просто выходной. Что бы вы им сказали в качестве возражений? Почему вы, Наталья, пошли? Не только ведь потому, что вы председатель общественной палатки? Нет, конечно, я, на самом деле, я всегда ходила на выборы. Когда, я ждала, когда мне исполнится 18 лет, чтобы ходить на выборы, ну, потому что я... А до 18 за маму с папой галочки ставили? Нет, ну, не ставила, но я им завидовала, честно, потому что всегда почему-то, вот, я не знаю, в мои времена это был праздник. Правда, это не просто был процесс, это был праздник, это была сопричастность вообще к своей стороне, к событию. В своей стране происходящему, понимаете? Только, вот, мне кажется, это вот, это нормально, это нормальное человеческое какое-то вот такое чувство, чувство долга, чувство ответственности за то, что происходит в твоей стране. Поставить, можно проголосовать, как вам хочется, да, можно быть против, за, но главное выразить свою гражданскую позицию. Вот, понимаете, а тут вопрос по праву к конституции, понимаете? Вот, знаете, вот для меня конституция, это как гимн, как гимн нашей страны, как флаг нашей страны, не знаю, как герб нашей страны. Ну, это основной закон нашей страны, и мы не можем совсем вот отстаться в стороне от этого процесса. Я предлагаю включиться, я уже проголосовала. Предлагаю всем это сделать. Любой день можно выбрать для того, чтобы зайти на избирательный участок, тем более это не займет много вашего времени. И это безопасно. Да, я поддержу Натальвану в том плане, что это на самом деле, наверное, обязанность каждого гражданина выразить свое отношение к вопросу. То есть это историческое событие, это документ, по которому жить нам, нашим следующим поколениям. И мне кажется, очень важно сейчас принять то решение, которое каждый гражданин принял для себя, и проголосовать так или иначе, но не оставаться в стороне, и обязательно проявить свою гражданскую позицию и свое отношение к этому вопросу. Ну, а волонтерам-то сам Бог велел, потому что важность права в Конституции, это впервые, я говорю всем, потому что я сама общественник, я всю свою трудовую деятельность работаю как раз в общественной организации, и меня это очень радует, что как раз понятие волонтерства закреплено в одной из поправок в Конституции, и возникает обязанность государства поддерживать НКО и добровольческое движение, это очень здорово. Да, это важная для нас поправка, этому очень рады. А вы, Наталья, проголосовали или еще собираетесь? В планах посещения избирательного участка. А что для вас важное? Поправка по волонтерам, гражданский долг, интересы, какой главный мотив? Ну, наверное, все-таки это выразить свое отношение к... Не молчать. Не молчать, да, это... Ну, вот именно чувство сопричастности к процессу, да, к какому-то историческому, наверное, вот это основное, основной мотив, так скажем. Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля, до 8 часов вечера можно прийти и мнение свое обозначить. У нас в гостях были председатели общественной палаты Кировской области Наталья Шитько, руководитель регионального ресурсного центра по развитию добровольства Наталья Новикова. Всем спасибо, до свидания. Спасибо вам. До свидания.